Принцип разделения властей Еще Аристотель говорил о том, что власть необходимо делить между разными сферами по направлению ее деятельности. Но наиболее объективно, четко, уверенно о том, что такое принцип разделения властей, говорили уже французские просветители. В частности, выдающийся просветитель Монтескьо очень четко сформулировал, что власть должна быть разделена между законодательной, исполнительной и судебной ветвями. Смысл этого разделения заключался в том, что человек слаб. В чем же слабость человека? Слабость человека в том, что далеко не все мы можем устоять против медных труб. Как только ты занимаешь какой-то пост, получаешь в свои руки какую-то даже маломальскую власть, есть опасность сползания в использовать эту власть в своих собственных интересах. И вот если же такой власти передается очень много, как, например, в средние века было у королей, у абсолютных монархов, то использовать это можно было фактически абсолютно бесконтрольно. Депернули делюш, после меня хоть потоп, говорил Людовик XVI. Вот вдумайтесь, да, я могу делать все, что хочу, потому что когда я умру, это будет не иметь уже никакого значения. Вот для того, чтобы ограничить власть монарха, Монтескьо и определил власть как необходимость разделения на три основные направления. В последующем философами, социологами, политологами эта идея была, эта концепция была воспринята уже как необходимость ограничить любую тиранию, не только тиранию королевскую, но и вообще любую форму диктатуры. Потому что если власть разделена между этими тремя основными потоками, то каждый из этих потоков следит друг за другом. А значит, есть все условия к тому, чтобы диктатура ни в какой форме не возникла. Этот принцип возникает из понимания того, что в любом случае государству необходимо исполнять три функции. Государству обязательно нужны законы. Государство обязательно будет эти законы исполнять и следить за тем, чтобы все члены общества эти законы исполняли. И государству обязательно необходим третейский арбитр, то есть судья. Тот, кто будет решать споры между хозяйствующими субъектами, то есть между юридическими лицами. Либо тот, кто будет выступать арбитром в спорах между физическими лицами, то есть простыми гражданами. Ну и в конце концов споры иногда возникают между гражданами и самим государством. Да, ведь возможно же такой вариант. Вполне возможно. Значит, судебная власть также будет нужна. И вот если мы все эти три ветви концентрируем в руках одной какой-то персоны, да, то есть там короля, президента, пожизненного президента, да, или кого бы то ни было, конечно, у нас получится государство тиранического типа. Но если мы их разделяем, если мы создаем такую специфическую конкуренцию, но только конкуренцию не в экономическом смысле слова, да, а и конкуренцию, скажем так, контроля друг за другом, тогда у нас есть все шансы создать более-менее здоровое общество. Ведущей вот из этих всех трех ветвей власти, конечно, является законодательная, потому что она определяет основы того, каким, собственно, будет государство. Законодательная власть — это власть представительная. То есть законодательная власть всегда чьи-то полномочия. Народ голосует за депутатов, как бы эти депутаты ни назывались. То есть в какой-то стране они могут называться конгрессменами, как, допустим, в Соединенных Штатах Америки. В какой-то стране они могут называться депутатами. В какой-то стране как-то по-другому, но это не принципиально. Главное то, что мы с вами голосуем на выборах, передаем часть полномочий, то есть часть своей силы, да, часть своих свобод, часть своих прав, передаем конкретным людям и говорим, вы пишете законы для нас, мы проголосовали за вас. Вы пишете законы и вы следите за тем, чтобы эти законы исполнялись правильно, чтобы нас судили честно, чтобы исполнительная власть не тратила деньги на свои нужды, да, и не бесконтрольно. Законодательная власть — это власть, которая имеет двоякую структуру. То есть с одной стороны, тут вроде бы только пишутся законы, но с другой стороны, очень важная составляющая законодательной власти — это то, что законодатель, как правотворец, по сути, он неизбежно следит за тем, как эти законы проводятся в жизни. Парламенты могут быть однопалатными или двупалатными. Ну, двухпалатные парламенты, как правило, встречаются в федерациях. Мы с вами уже об этом говорили ранее. И Верхняя Палата здесь является представителем субъектов федерации. Очень важный момент. Все парламенты следят за тем, кто собирает налоги, как их собирает и сколько этих налогов собирается. Дело в том, что именно парламент устанавливает величину налога. Как вы понимаете, да, это те деньги, за счет чего живет государство. По идее, государство демократическое, оно не может жить ни за что другое, кроме как за то, что оно собирает у населения, то есть за налоги. Поэтому то, как много мы собираем у населения, куда тратятся эти деньги, безусловно, должно быть в руках законодателя. Именно законодатели принимают бюджет страны. То есть главный экономический документ, это главный экономический закон. Нужно понимать разницу. Бюджет — это не какой-то кошелек, да, то есть это не какое-то конкретное место. Бюджет — это закон, значит, его принимает законодатель. И там четко прописано каждой статьей, куда мы расходуем каждую копейку, каждый цен, каждый франк там, да, или фартинг. Не имеет значения. Мы законодатели, мы следим за тем, куда расходуются деньги налогоплательщика. Исполнительная власть — это власть вторичная. Дело в том, что главной функцией исполнительной власти является исполнение тех законов и нормативных актов, которые пишут законодатели. Но помимо этого, у исполнительной власти есть очень важная функция. Это функция распорядительная. Чиновники, которые входят в состав исполнительной власти, а это, в общем, подавляющее большинство чиновников в государстве, они занимаются тем, что конкретными мерами определяют то, как исполнить тот или иной написанный закон, да, или нормативный акт. И вот в этом проявляется ее самостоятельность, то есть самостоятельность исполнительной власти. Ну, вы прекрасно понимаете, что от того, какие решения будет принимать исполнительная власть, зависит то, как много средств будет потрачено. А еще раз подчеркиваю, государство — это машина по обслуживанию населения. И это как любая другая машина, хотя это, конечно, в кавычках, но она стоит денег, да, она стоит наших денег. Значит, соответственно, исполнительная власть должна действовать, а, эффективно, то есть исполнять все те законы, выполнять все те пожелания общества, которые общество требует. Но, с другой стороны, эта эффективность должна быть еще, ну, скажем так, наименее наиболее дешевой. То есть мы не должны перерасходовать средства. И уж тем более ни в коем случае не должно быть никакой коррупции. Это просто должно быть исключено. Всю свою деятельность исполнительная власть обязана осуществлять исключительно в рамках закона. Именно поэтому она называется подзаконной. А все те акты нормативные, которые выпускает исполнительная власть, называются подзаконными актами. Дело в том, что чиновники не имеют права по своему усмотрению расходовать средства. Иногда это даже как бы плохо. Ну вот представьте себе, там нужно какой-то объект, не знаю, построить мост или построить больницу, необходимую данному региону. И вроде бы есть средства, да, у чиновников. Но эти средства, они прописаны в статьях бюджета, да, и эти средства уже распределены. Чиновник не может взять и по своему усмотрению сказать, давайте мы все-таки возьмем и построим завод, фабрику, мост, проложим дороги и так далее. Это вроде бы неправильно, да, ведь эта же вещь нужна. Но еще в римском праве, а оно лежит в основе европейской системы права, был очень важный принцип. Дуралекс, седлекс. Закон суров, но это закон. Даже если какой-то объект очень нужен, даже если эти деньги нужно куда-то потратить, если они не прописаны в законе, то есть в бюджете, их тратить нельзя. Это не деньги чиновника, и он не может их расходовать. Это деньги налогоплательщика. А значит, соответственно, да, нужно думать о том, как решить эту проблему иначе. Либо принимать новый закон, да, о том, чтобы построить эту больницу, либо находить средства каким-то образом иным. Кто отвечает за работу исполнительной власти? За работу исполнительной власти отвечает правительство и президент. Но это в разных государствах меняется. То есть, допустим, если в Российской Федерации взять президент, не является главой исполнительной власти. У нас глава исполнительной власти — это премьер-министр. И вот именно он вместе с правительством, то есть такая коллективная, да, получается у них форма, отвечает перед всей страной. То есть это коллективная ответственность. В случае, если правительство не выполняет своих обещаний, в случае, если правительство нарушает закон, либо если оно доводит до каких-то нежелательных последствий, экономических ли, политических, или еще каких-либо, такому правительству могут выразить недоверие. Это называется вотум. То есть вотум недоверия. И правительство обязано уйти в отставку. Во всех странах, где существует принцип разделения властей, исполнительная власть судебно отвечает за соблюдение законов. То есть в случае, если глава правительства, либо правительство в целом, либо какой-то министр нарушает закон, он не имеет какого-либо судебного иммунитета. Он должен предстать перед судом. Ну вот в качестве примера можно вспомнить Италию. Нынешний премьер-министр Сильвия Берлускони, который там, в общем, уже довольно давно руководит государством, но неоднократно попадает в поле деятельности правоохранительных органов. За ним постоянный контроль со стороны правоохранительных органов. Было возбуждено несколько уголовных дел. Было достаточно много судебных разбирательств. Он всякий раз уходит от ответственности. Вообще достаточно такой неординарный, яркий политик. Но этот пример нам показывает, власть отвечает перед законом за то, что она делает. И это правильно.